На этой неделе мы читаем главу Ваяггель и Сабраумуше. Глава Ваяггель, как и последняя глава книги Шмотта Кудэй, в основном рассказывает, пересказывает нам о строительстве мешка, о строительстве передвижного храма в пустыне. Обычно есть связь, а тем более, когда написано ВА, когда написано буква ВА, которая соединяет две вещи, ВА – это И, и оно соединяет по лапшу на кодэш, по святому языку, соединяет вещи, которые есть в Торе. Так с чем связана предыдущая глава с этой? Конец предыдущей главы Кит Иса рассказывал нам о том, что Мушер Абейну, когда спустился, когда Мушер спустился с горы Синай, после того, как он получил скрижали во второй раз, что у него, значит, на самом деле, у него лицо светилось. Керен в переводе с еврейского языка есть много значений. Слово Керен – Коран Орпанав. Его лицо светилось. На самом деле, иногда, если бы заметили, некоторые художники изображают Мушер Абейну с рогами, не дай Бог. Так вот, почему изображают с рогами, потому что неправильный перевод слова Керен как «рог». Керен действительно означает «рог». Но в данном случае Мушер Абейну вовсе не спустился за рогами. Керен еще означает «свет». То есть, Керен, Коран Орпанав – светилось лицом Мушер Абейну. И из-за того, что светилось его лицо, из-за того, что был такой свет, который шел от его лица, царих Масве нужно было… Он надевал такую накидку на себя, потому что люди боялись на него смотреть. Говорят наши мудрецы, посмотрите, какова сила греха, что еврейский народ устоял, стоял, когда получал 10 заповедей от самого Всевышнего, а после того, как сделали золотого тельца, уже не могли смотреть в лицо одного человека, в лицо Мушер Абейна. Говорит Медраж, что когда, как Всевышний сделал то, чтобы лицо Мушер Абейну светилось, что когда Всевышний писал Тору, то осталась у него в чернилах одна капля. Из этой капли, эту каплю как бы капнул Всевышний на Мушер Абейну, на лицо его. Лицо его начало светиться. А что это была за капля? Ведь мы знаем, что если, например, обычный Суфер пишет Суфер Тору, то он приготовляет чернила. У него может остаться чернила, которую он уже не должен использовать, если он написал Суфер Тору. Но Всевышний, если он пишет Суфер Тору, как можно сказать, что у него осталось чернила? Ведь Всевышний приготовляет все заранее и точно, от точности. Почему мы принимаем шаббат раньше? Потому что мы не можем, как Всевышний, точно войти в шаббат. Поэтому мы принимаем шаббат раньше, чем заходит солнце. Но Всевышний, у него все четно и точно. Когда написано, что Всевышний, когда Мушер Абейну говорит в Египте «ке» примерно в 12 часов ночи. Примерно в 12 часов ночи Мушер Абейну говорит, Всевышний пройдет по земле Египта и поразит всякого первенца. Почему Мушер Абейну говорит примерно? Потому что часы бывают у людей разные. У одного, например, они могут спешить, у другого могут отставать. Значит, у того, кто спешит, он подумает, что уже прошло 12 часов, и Всевышний не поразил, как обещал Мушер. А у того, кто отстает, значит, того, у кого часы спешат, он может подумать, что Всевышний уже поразил до того, до 12 часов. Того, кого часы отстают, он может подумать, что Всевышний не выполнил свои обещания. Поэтому Мушер Абейну, когда обращается, говорит, что примерно в 12 часов Всевышний поразит. Но для Всевышнего нет понятия пример. Почему же у него все-таки осталось немножко чернил, когда он писал Сапер Тору? Говорится, что когда Всевышний приказал Мушер Абейну написать, что когда Всевышний приказал Мушер написать, а человек Мушер самый скромный из всех людей на земле, сказал Мушер Абейну, не буду я писать Анаф с буквой Ют, в том, что Анаф пишется так на еврейском языке, Айн, Нун, Ют, Ва. Мушер Абейну написал это слово без буквы Ют. Айн, Нун, Ва. Почему же Мушер Абейну не хотел писать буквы Ют? Дело в том, что увидел Мушер в пророческом духе пророка Шмойля, который ходил по, значит, пророка Шмойля, он поступал так, он ездил по еврейским местам, и ставил там батей-дин, ставил там еврейские суды и судил народ. Написни про... Написни про... Доброе утро! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как написано, что когда Всевышний сказал, чтобы евреи строили мешкан, ведь евреи на самом деле не умели делать эти работы, которые необходимы были для строительства мешкана. Но каждый, кто был разумен сердцем, пришел и принес различные предметы, и ткал, и шил, и делал все для строительства передвижного храма. Что значит разумный сердцем? Что такое хахамлев? На самом деле, как понять слово хахамлев, разумный сердцем? Человек может быть умным, он может знать, например, какие-то предметы, он может знать какие-то науки. Вопрос в том, использует ли он эти предметы и науки для блага, для себя и для человечества, или для своего народа. Если он использует для блага свои умения, тогда он называется разумный сердцем. В то же время человек не должен забывать, что он ни в коем случае не должен думать о себе плохо. Говорят, что злое побуждение или сатана часто вводят человека в грех, даже не сколько для самого греха, сколько для того, чтобы человек перестал верить в себя, для того, чтобы человек впал в отчаяние. Для того, чтобы человек решил, что у него нет шансов больше подняться. Как написано, шеба и польза дик пиакум. На самом деле, семь раз будет падать праведник и будет все равно вставать. Вы знаете, как вчера я вспомнил о песне недавно ушедшего из жизни греховного певца, композитора Александра Градского. Вы, наверное, все знаете эту песню. Как молоды мы были, как искренно любили, как искренно любили, как верили в себя. На самом деле, очень важны и слова, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, но одно лишь успели понять, чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Рассказываю такую историю насчет того, чтобы себя не терять. Рассказываю такую историю, что когда появились поезда, сегодня мы привыкли уже к поездам и не рассматриваем это как какое-то чудесное явление. Тем не менее, когда появились первые поезда, вот, например, сегодня мы привыкли к телефону, хотя раньше мы не могли себе представить, допустим, я еще не мог себе представить, когда я был маленьким, что можно будет иметь такую штучку, с помощью которой можно будет разговаривать и видеть человека, который находится на другом конце земли. Вот когда-то таким чудом встали, когда-то таким чудом встали поезда для людей. Вот рассказывают, что был один крестьянин, он был зажиточный. И этот зажиточный крестьянин жил в одной деревне. Вот ему рассказали, что ему, зажиточному крестьянину, что появились кареты, которые ездят без лошадей. Он не верил своему ушам. Как это может быть? Ну, так ему изобразили поезда. Как это может быть? Кареты, которые ездят без лошадей? Как это понять? Возможно, карета ехать без лошади? Тогда ему сказали, что он может поехать в большой город и посмотреть на карету без лошади. Окей. Он собирал деньги, собирал. Ему не надо было много собирать, он был зажиточный человек. Нанял кучера, поехал в большой город, пришел на вокзал. Действительно, видят, стоят кареты. Ему говорят, что они сейчас поедут. Для того, чтобы сесть в эти кареты, действительно убедиться в этом чуде, как едет карета без лошадей, мы надо купить билет. Он встал в очередь, купил билет. Из-за того, что он был зажиточный человек, он хорошо выглядел, мы продали билет в первый класс, в бизнес-класс поездом. Там широкие кресла, там можно сидеть, там приносят тебе чай, кофе. Но он этого не знал всего. И поэтому со своим билетом он зашел в эконом-класс, он зашел в плацкартный вагон или в общий вагон, в котором сидели простые люди, крестьяне, которые были бедные. Часть была из них вообще без билетников, потому что у них не было денег купить билет. Ну, он уселся со всеми вместе на деревянные скамейки, сидит и сидит. Вдруг он видит, что заходит проверяющий, проверяет билеты. И тогда большая часть людей, которых не было билетов, они залезли под скамейку. Он не знал, он решил, что это такой минаг, такой обычай, лезть под скамейку в поезде. И он тоже залез под скамейку. Но из-за того, что под скамейкой было мало места, то ноги его торчали из-под скамейки. И когда зашел контролер, он увидел торчающие ноги из-под скамейки и сказал ему, этому человеку, в общем, он его вытащил за ноги, сказал ему, где твой билет? Когда он показал контролеру свой билет, то изумлению того не было предела. Говорит, так что же ты сидишь здесь? Ты пойди и сиди в бизнес-классе. Здесь не твое место. Ты не должен сидеть вместе со всеми этими людьми. Точно так же каждый человек, когда он, он не должен думать, что его место в эконом-классе, не должен думать, что его место в общем вагоне. Каждый человек, он должен понимать, что он особый шалех, особый посланник Всевышнего. И что его место в бизнес-классе, что он должен сидеть в бизнес-классе и не ущемлять себя, и не делать себя более маленьким, чем он есть на самом деле, прежде всего в духовном смысле. И это не называется гордыней. Гордыня называется, когда человек гордится теми чертами, которые у него есть. Но он не гордится, он просто понимает, что они у него есть и что у него особая функция в этом мире, как и у любого человека в этом мире. Поэтому он будет понимать, что просто все, что ему дано, все его черты характера, все его добрые побуждения, все это от Всевышнего. И тогда он не будет гордиться, потому что он будет понимать, что это не его. Вот в отношении шаббата. Почему в отношении шаббата? Потому что собрал Мошер Абейну, евреев, чтобы объявить им законы шаббата. Интересно, что законы шаббата не написаны в той. 39 видов работ, которые запрещены в шаббат, они запрещены из-за того, что вот эта глава в отношении Ваягель, которая написана, которая написана, что евреи должны соблюдать шаббат, она соседствует со строительством храма, со строительством передвижного мешкана, передвижного храма в пустыне. Из этого учат наши мудрецы, что те работы, которые использовались при строительстве мешкана, они запрещены в шаббат. Эти 39 видов работ. Есть только намеки в Торе на шаббат. Но вот в этой главе, например, есть намек, что когда вышли собирать ман, мы рассказывали об этом в прошлый раз, то было какое-то нарушение шаббата. Но в этой главе есть одна из работ, которая выделяется специально, чтобы нам сказать, что она запрещена в шаббат. И так написано в этой главе в Торе. Не разжигайте огонь в ваших жилищах в день шаббата. Так, что такое ваше жилище? Мы знаем, что в святом языке каждое слово, каждая буква, они имеют значение. Лагур, в ноябрите, это жить, проживать в каком-то месте временно, или ляду. На шевет, на лошона кодыш на святом языке означает поселиться и проживать в каком-то месте достаточно постоянно. Значит, мушав, который в современном языке означает сельскохозяйственное поселение. Мушав, он при святом языке означает поселение, в котором человек живет постоянно. Так вот, наша жизнь в этом мире временная. жизнь, которая у нас после этого мира, она более постоянная, чем та жизнь, которая у нас здесь. Говорит нам Алсу Акадош, комментатор, который комментировал, кавалистический комментатор Тора, что как у каждого человека есть свое отделение, своя часть, когда он рождается в раю, точно так же у него есть часть в аду. И про это говорит нам Писание, когда говорит, что лёте варуеш бехуль муши хэм бьём шаббат, что у каждого, кто сжигает огонь в шаббат, у него есть мушав, не сжигайте в ваших поселениях, в ваших местах, где вы будете постоянно находиться, в таком месте, не дай бог в аду. То есть, когда человек нарушает шаббат, он разжигает под собой огонь ада, он разжигает под собой огонь, который будет гореть, на котором он будет гореть. Понятно, что это не понимается ввиду буквальный огонь, а имеется ввиду огонь, огонь тумы, огонь нечистоты, который его будет наказывать за нарушение шаббата. Настолько важно относиться к шаббату, потому что настолько важно серьёзно относиться к шаббату. С одной стороны, Тора не пугает, нас с другой стороны, видите, пугает, потому что человек должен понимать, что он будет держать ответственность за те дела, которые он совершил в этом мире. Значит, в одном из... Такая рассказывает такую историю, что в одном из поселений в Израиле, которое было нерелигиозное поселение, был Балтшува, жил Балтшува. Балтшува – это человек, который вернулся к Богу, вернулся к соблюдению заповедей. Еврей, который вернулся к соблюдению заповедей, называется Балтшува. У него был там мини-маркет, у Коли такой небольшой магазинчик. Это было на севере Израиля. И вот он рассказывает такую историю, что в Эрак-Шаббат, значит, перед шаббатом, перед наступлением шаббата, примерно за два часа до наступления шаббата. Когда он уже собирался закрывать свой магазин к шаббату, вдруг он увидел человека, который бежит к его магазин. Это был нерелигиозный игрей из жителей этого места, который ему прокричал «Подожди, подожди, не закрывай магазин, не закрывай магазин, подожди меня». Когда он достиг магазина, он говорит хозяину магазина так. «Ой, как здорово, что я тебя застал перед закрытием магазина. Как здорово, что я успел», он говорит. «Ведь если бы я не успел бы, я не знаю, что бы я делал в шаббат». «Что ты хотел купить на шаббат?» спросил его хозяин магазина. «Вино, или халы, или свечи?» «Нет, ответил человек». «Я хотел, и при этом был, я хотел купить две пачки мальборо, сигарет, потому что примерно полчаса назад я увидел, что у меня кончились сигареты. И слава Богу, что я успел дойти до тебя, потому что если бы не ты, то как бы я остался в шаббат без сигарет?» хозяин магазина почувствовал, что его руки становятся тяжелыми. Он не мог достать пачки сигарет. Руки задрожали, потому что ну как он может допустить такую вещь, чтобы другой еврей нарушал шаббат? Курил бы сигареты еще из-за него в шаббат? Надо сказать, что когда у Равшаха был один из учеников Ишивы, который курил, и Равшах очень старался, чтобы он бросил курить. Когда Равшаха спросили, почему он так старается, чтобы этот парень бросил курить, то спросили его так, что никто не знал, он об этом никому не говорил, но он ответил так, что он боится, что этот парень станет нерелигиозным в итоге. Тогда, если он будет курить, он будет курить в шаббат тоже. Так это произошло, Равшах добился, чтобы в Ишиве он бросил курить. Тогда получилось, что раз он не курит, то в шаббат он тоже не будет курить. Так вот, у него задрожали руки. Как же он может продать еврею две пачки сигарет перед шаббатом? Для того, чтобы он курил в шаббат, для того, чтобы каждый сигарет он нарушил повеление Торы, не разжигайте огонь в ваших жилищах в день шаббат, он ему говорит, может быть, как я могу, и не только он хотел что-то ему сказать, как этот еврей почувствовал, что он не хочет ему продавать сигареты. Сказал ему так, это еврей. Послушай, мой друг, как тебе известно, наш Ишук, наше поселение, оно не религиозное, оно хиланимное, светское. И ты получил право открыть здесь мини-маркет, который будет обслуживать нужды жителей этого поселения. Если ты будешь упырямствовать, если ты не будешь продавать мне сигареты, то я сделаю так, что я сделаю шаги, чтобы твой сход, твое право на мини-маркет от тебя забрали. Действительно, есть такая опасность, что человек, который держит мини-маркет, он должен выполнять свой долг перед жителями местечка. Этот мини-маркет получил разрешение в этом Ишуле от глав этого Ишула для того, чтобы от глав этого поселения, чтобы он работал. Поэтому он говорит, если ты не продашь мне сейчас эти сигареты, я сделаю так, что тебя лишат лицензии. И как должен был поступать этот еврей? Очень непростой вопрос. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, понятно, что на все вопросы мы можем найти даже современные ответы в Мишне, в Демаре, в Торе. Так вот, рассказывает Масеха Чвид. У нас сейчас седьмой год в Израиле. Это год Шмиты, так называемый. Год, когда нельзя работать на земле. Рассказывает нам Мишна Швид. Так, Мишна, которая посвящена седьмому году. Бейд Гилель разрешает продать корову, разрешает продать корову или быка, которые пашут в шаббат в седьмой год. Разрешает продать в седьмой год. Известно, что раньше не только вторапахали, а быки и коровы. Почему? Потому что он может ее зарезать. Что это значит? Если один еврей приходит другому в седьмой год и просит ему продать быка или корову. Так вот, в принципе, быка или корову нельзя продавать. В общем-то, для седьмого года, если он хочет на них пахать. Но кто тебе сказал, что он на них собирается пахать? Возможно, он собирается ее зарезать. Поэтому, если он пришел у тебя покупать быка или корову, и ты не спрашиваешь его, для чего он покупает этого быка или корову, то ты можешь ему спокойно продавать, потому что, говорит, может быть, он ее покупает не для того, чтобы пахать на ней в седьмой год, а для того, чтобы ее зарезать. так, так, И объясняет нам Мишна, но если этот еврей сказал тебе открытым текстом, если этот еврей сказал тебе открытым текстом, что он сейчас покупает у тебя эту корову или быка для того, чтобы пахать на ней в седьмой год, то, если он тебе это сказал открытым текстом, то запрещено ему продавать ее. Запрещено ему продавать ее. Почему? Потому что есть такое правило в Торе, которое звучит так. Лифней и верлут и тен михшоль. Перед слепым не ставь преград. Что это означает? Что этот человек слеп, если он собирается нарушать законы Торы, он как слепой. Что такое перед слепым не ставь преград? В буквальном смысле это надо понимать, что нельзя взять и поставить перед слепым, который идет, поставить перед ним какое-то препятствие, чтобы он, не дай Бог, упал. Но это касается, это повеление Торы надо понимать гораздо более глубоко. Перед слепым не ставь преград, это означает, что если человек собирается нарушить закон Торы, то нельзя ему в этом помогать. Вы знаете, бывают даже смешные случаи в отношении этого. Я помню, как-то по окончании Тиша Баба, я очень много, я постился в Тиша Баб, и по окончании Тиша Баба, а на следующий день я вдруг почувствовал себя очень плохо. Я пил, 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 и мне не помогало. В итоге меня отвезли в больницу, потому что я действительно мастер чувствовал себя ужасно. И когда мне проверили кровь, то увидели, что у меня упал в крови натрий. Ну, тогда мне ввели натрий, постепенно я пришел в себя. Это означает о том, насколько сложен человеческий организм, то даже в крови маленькая натрий. Ну, что такое натрий? Натрий. Но если бы он, не дай бог, патый, то человек не может продолжать спокойно жить. И мне тогда сказали в больнице, что если бы я поел что-то соленое, то у меня бы этого не было, потому что натрий содержится в соне. И то же самое, если бы я купил грузинскую воду под названием боржом и выпил бы ее, то у меня бы тоже этого не было. Но тогда я решил, знаете, как бывает, загорелся, я решил запастись боржомом. Тем более, я его люблю, я был в Грузии, боржом для меня не как для других горькая пилюля, а приятная вода. Но где я куплю боржом? В религиозном районе, там, где я живу в Иерусалиме, боржом не продается. И, в общем-то, никто и не слышал о них. Есть так называемые русские магазины, без района, в которых продается все, не будем уточнять, и в том числе и боржом. И я помнил, что такой магазин находится возле рынка Иерусалима. Тогда я отправился на поиски этого магазина. Но почему-то я его сразу не нашел. Поэтому возле рынка там есть такая шварма, значит, продается кошерная шварма. Я туда зашел и спрашиваю продавца, который был такой спорадив, большой кипе, сепардский еврей, спрашиваю его, скажи, пожалуйста, где находится русский магазин? Он так посмотрел на меня подозрительно и сказал, я тебе не скажу. Я его спросил, почему? Он мне ответил, потому что я не хочу помогать тебе в твоих грехах. Он решил, что я в русском магазине иду покупать не то, что имею право на это, как еврей. Видите, он воспринимал эту митсу очень глубоко. Он понял, что нельзя перед слепым ставить преград. Хотя тоже был в такой большой кипе. Уверял его, что мне нужно купить воду, все равно не помогло. Окей. Он исполнял эту митсу передур с великолепием. Я шучу не вижу. Так вот, когда я в итоге нашел магазин. Так вот, когда еврей вроде из этой мишны можно сделать вывод, что если еврею нельзя продавать корову в седьмой год или быка, он конкретно говорит, что он покупает это для того, чтобы пахать на них. А в седьмой год нельзя пахать, ему нельзя продавать. Можно было бы сделать вывод, что хозяину этого магазина, мини-маркета тоже нельзя продать этому еврею сигареты в шаббат. Перед шаббатом дали. Но это не так все просто. Почему? Говорит Раби ушел в лейбдискин, что если, например, один еврей просит у другого, чтобы он ему дал какую-то запрещенную вещь. и если он ему не даст, то он говорит, если ты мне не дашь эту вещь, вот если ты мне не дашь этот кусок свинины, не дай бог, то я сожгу твой дом. То можно ему дать? То есть, если этот еврей угрожает второму, что если он не даст ему сделать ассур, сделать ассур, сделать запрещенную вещь по Торе, он нанесет ему какой-то вред, то можно ему дать, и тогда человек, который ему дает, не нарушает запрета перед слепым не ставь преград, он не слепой, он понимает, что он делает, и конкретно идет на это. И поэтому, если, например, допустим, у босса есть секретарша, которая религиозная еврейка, этот босс тоже еврей, он сейчас только что поел мясной обед и говорит своей секретарше, чтобы она ему сделала кофе с молоком. Она ему говорит, босс, не забывайте, вы поели мясной обед. Он говорит, я знаю, но если мне не сейчас не принесешь кофе с молоком, я тебя уволю. То есть, можно принести ему кофе с молоком. Потому что перед ним не возникает такой запрет. она не делает это перед слепым. Точно так же в нашем случае. В результате того, что этот человек, который просит купить сигареты перед шабатом, угрожает продавцу, угрожает хозяину магазина, что если он не продаст ему, то он лишит его лицензии, то это означает, что он не слепой и что можно продать ему сигареты. Окей. То есть, мы видим, что на самом деле этот вопрос не такой простой, как кажется, и можно его решить именно таким образом. Но, если мы уже заговорили о различных вопросах, которые возникают в отношении шабата, то давайте рассмотрим еще одну ситуацию. Написано в этой главе Ваяггель «Возьмите от вас труму лаошем», «Возьмите от вас приношение Богу», «Захапа кесепенахоши» «Золото, серебро и медь». То есть, от вас ваши, но не других. Почему? Потому что, если ты, например, не дай Бог, украл что-то, то не приноси это в Храм Господний. Ворованное не приноси в Храм Господний. Рассказываю такую историю. Вообще, наше поколение называется поколением шубы. Почему? Потому что очень многие евреи, которые были отдалены, тем более, и при Советском бывшего Советского Союза, которые были отдалены от Тора не по своей воле, они возвращаются к Богу. И вот не только советские евреи. Вот про одного еврея он сделал, он пришел домой, он был большим человеком, который пришел к Торе. В предыдущей своей жизни, то есть в своей жизни, но в предыдущем ее отрезке, он был вор. И он вспомнил вдруг, что тот серебряный стакан, на котором хочется сделать душу в Шаббат, он ворованный. Вопрос, если он сделал кедуш в Шаббат, то он вышел митцвой кедуш в Шаббат, наворованный коз, наворованный стакан из серебра, или не вышел этой митцвой. Исполнил ли он митцву делать кедуш в Шаббат, если он делает это наворованный стакан. Давайте посмотрим, что написано в наших священных книгах В наших священных книгах Ворохаим в 21 части Шухана Руха написано, что если Шухана Руха это книга по еврейским законам, написано, что если человек своровал Шуфа, понятно, что это делать нельзя, но если человек своровал Шуфа и протрубил в него, то он вышел митцвой к дэвид, он вышел митцвой де-факт. То есть понятно, что так делать изначально нельзя, но если он так сделал, то он исполнил митцву слушать Шуфар и говорит Мишнабрура, это Ховец Хайм, который комментирует эту часть Ухана Руха, он говорит, что закон человека, протрубившего в Шуфар не похож, закон человека, протрубившего на ворованный Шуфар не похож на закон Лулава или Мацы или Цицита, которые ворованы. Почему? Лулав и Маца и Цицит, если их своровали, если человек своровал один из предметов четырех плодов, которые берутся на Суккот, или человек своровал Мацу, или человек своровал Цицит, то он, если даже поел эту Мацу, или сказал браху на этот Улав, это напрасная браха, или если он надел этот Цицит, он не выходит от этой Митцвы. В чем разница между Шуфаром, который можно протрубить и выйти этой заповедью, и Лулавом, Мацу и Цицитом, на которые они выходят на эти заповеди. Дело в том, что Лулав, Маца и Цицит, это эти сами предметы, которые на самом деле, эти предметы, которые являются хепца шельмитсва, они являются частью Митцвы, они не приготовления к Митцве. Шуфар, в него трубят, и когда выходят заповеди, слушают Шуфар, когда слышат звук, который исходит из Шуфара, но когда берут Улав, или когда берут Мацу, или когда берут Цицит, эти сами предметы являются Митцвы. Точно так же в нашем случае. В нашем случае субботний кос, субботний стакан похож на Шуфар, потому что не сам он Митцвы, этот стакан, а Митцвы делают кедуш на него, то есть главная Митцва в том, что человек говорит кедуш, а стакан лишь помогает ему исполнить эту Митцву. И поэтому человек, который делает кедуш, наворованный стакан, он выходит в Митцвы исполнения заповедей в шаббат, в деават, де-факто. Почему? Потому что, как я уже сказал, стакан не является Митцвой, самой Митцвы, как Лулав, Цицит, либо Мацан. Мы говорили сегодня про Хопатсхайма, Мишна Брура, основная книга, которую Хопатсхайм написал, хотя на самом деле Хопатсхайм называется Хопатсхаймом по книге Хопатсхайм, по названию книги про Лошонара, про злоязычие, но не менее его известный труд Мишна Брура. Мишна Брура, которая является комментарием первой части Шухана Руха, которая в основном используется в практической жизни. Известно, что Хопатсхайм сам разъезжал из города в город и продавал свои книги. Один раз он приехал в город, в котором ему сказали, что есть большое, в котором живет богач, у которого есть большое завод, большое производство, производство муки. Ну, в чем проблема? Спасибо Хопатсхайм. Сказали, что проблема в том, что завод работает и в Шабах. Тогда Хопатсхайм поспешил к этому богачу и спросил его, скажи, пожалуйста, твой завод работает в Шабах? Ответил ему богач, да. Хопатсхайм хотел, пытался ему объяснить, как важно соблюдать в Шабах, как важно закрывать производство в Шабах. Сказал ему этот упрямый богач. Мои мельницы не перестанут молоть в Шабах, они будут работать в Шабах. Пытался его Хопатсхайм говорить и никак. От заказа Хопатсхайм его спрашивает, почему ты так упрямишься? Ты ведь еврей, ты ведь понимаешь важность Шабах. Сказал ему Раби. Каждый день я зарабатываю со своего завода 4000 рублей. Шабах в том числе 4000 рублей я имею со своего завода. Так что я должен этого лишиться. Действительно 4000 рублей это большая сумма. Написано в Торе в этой главе Баякель написано в этой главе 6 дней будешь делать твою работу, а 7 день у тебя будет Кодыш святой. Почему это написано рядом? Что когда ты будешь в 7 день делать Кодыш святым, тогда у тебя будет 6 дней ты будешь делать свою работу. Ты хочешь, чтобы твой завод работал 6 дней на условии этого, чтобы он отдыхал в Шабах? Сказал богач Раби, вы меня пугаете? Из-за того, что есть какой-то пасук в Торе, какое-то предложение в Торе, я закрою свой завод в Шабах, потому что есть какой-то пасук, подумаешь. Хуватсхайм вышел, понял, что больше нечего говорить и вышел из его дома. Прошел год и в одном из городков, который приехал Хуватсхайм продавать свои книги, подошел к нему еврей и сказал ему Раби, вы помните меня? Я тот самый еврей, которому посылки истории, которому предложение истории закрыла его завод. После того, Крав меня предостерег, я не послушал Раба, пришла Мазах Носа, пришло налоговое управление, пришел ПАКАХ, то есть представитель налогового управления, его помощник. В итоге так произошло, что этот ПАКАХ, что этот проверяющий попал под мельницу и его помощник сказал, что это я его толкнул. Итоги должны были меня приговорить к смерти. Я взял свой чемоданчик с деньгами и убежал. Но по дороге я увидел, что это были вовсе не деньги, это были мои долговые обязательства. и с тех пор я хожу по городкам как шнорер, как тот, кто просит сдаку. Так, один пасук в Торе, одно предложение в Торе, которому отнес письма небережительно, произошла такая история с человеком, которым так ему к этому отнесся. Многие спрашивают, а что особенно в моих шаббат? Почему именно шаббат? Почему именно шаббат устанавливает как бы человек еврей или если человек публично нарушает шаббат, он как бы уже и не еврей? То есть к нему он как бы уже и не еврей, то есть если он сделал вино, он будет не кашет. Почему именно шаббат? Есть такое объяснение, что когда жених дарит невесте подарок, она возвращает ему этот подарок, она этим как бы разрывает связь между ними. Точно так же шаббат это подарок от Всевышнего, подарок еврейскому народу. Если какой-либо еврей возвращает этот подарок Всевышнему, как бы разрывает связь с ним. Рассказываю такую историю, что пришел парень, который обручился купить свой обрученный дорогой подарок. Он пришел в магазин часов. Продавец ему вытащил часы, которые он обычно продавал тем, которые дарят своим невестам подарки на Ируси, на обручение. Но этот парень, он не хотел довольствоваться обычными часами. за 400 долларов. Он сказал, ты знаешь, что, какого продавцу, покажи мне часы, начиная с 2000 долларов. После того, как он выбрал очень красивые, самые красивые, самые дорогие часы, которые были в магазине, он попросил, чтобы ему красиво обернули. обернуть, это тоже должно соответствовать подобному подарку. Но только обертка обошлась ему в 80 долларов, но это еще не все. Он должен увидеть, как отреагирует обрученная ему невеста на это. Он нанял фотографа, просил, чтобы фотограф стоял рядом с невестой в тот момент, когда она откроет подарок, фотограф увидел ее реакцию и сфотографировал бы ее в этот момент. Встал наконец этот день, когда он обручается, фотограф уже был готов, подарок был завернут, и вот невеста открывает подарок. Она говорит, что это за часы? Что это за часы такие? Такие ужасные часы. Ну, так делают, так можно себя вести, что это за невеста? Если бы у этого парня был бы косопит, был бы место, куда прячут, так, что бы он бы спрятал там? он бы спрятал там, если у обычного парня есть косепет, он бы спрятал там может быть бутылку колы, но если бы у богатого человека был бы косепет, что бы он спрятал там? Он бы спрятал там драгоценные камни. а если был Ротшильд, был бы косепет, что бы он спрятал там? Ротшильд, его был бы не просто косепет, его был бы косепет, состоящий из нескольких комнат, был бы косепет, который предназначен для золота, для серебра, для бриллиантов, для жемчуга, для наличных денег, а если бы у царя был бы косепет, то что бы он спрятал там? А если бы царь всех царей имел бы косепет, что бы он спрятал там? Сказал Всевышний, у меня есть в моем царе, в моих сокровищницах есть самая дорогая вещь, она называется шаббат. Это называют шаббат. И этот подарок он захотел дать свое обрученное еврейскому народу. Если еврей не берет этот подарок, то что о нем можно сказать? Разве нужна такая невеста жениху, которая рассматривает подарок часы драгоценные и говорит, что уфс, какой-то, что это за подарок? Разве нужен Богу такой еврей, который рассматривает шаббат и говорит, укс, разве нужен мне такой подарок? Я отвечу вам, все равно нужен Бог. Все равно даже такой еврей нужен Бог, потому что нарушают шаббат, чтобы спасти жизнь любому. на больнице больницы в Тель-Авиве был один врач, который стал религиозным евреем, сделал шубу. И как это произошло? Рассказывают, что время шаббата один раз позвали к больному. Был пекуах напиш опасность для жизни до больного. Врач пришел и сказал, я знаю, что сегодня шаббат, но я не собираюсь потом за вами бегать, поэтому я прошу перед тем, как я буду, перед тем, как я подойду к больному, заплатите мне 250 шекелей перед тем, как я подойду к больному. Ну, понятно, что домашний что делать, чтобы он занялся больным, у которого есть пекуах напиш. Взял его сын этого больного чек. Начал писать на чеки. Хорошо. Он пишет чек к врачу. Доктор смотрит на чек. Вдруг он видит, что вместо суммы мотаем хамишим 250 шекелей это еврей пишет элит 1000 шекелей. Почему? Вместо того, чтобы писать 13 букв в шаббат, он предпочитает написать три буквы. Если писать 250, это будет матаем хамишим. Если писать, дело в том, что если на чеке просто написана сумма цифрами, то это не годится. Можно написать сумму словами. Если писать мотаем мотаем хамишим 250 от 13 буквы. А если писать элит, то это три буквы. Говорит ему врач, послушай, у вас большая семья, очень много детей, и ты не богатый человек. Почему ты пишешь так? Почему ты пишешь 1000? Говорит мой я уважаю шаббат. Я уважаю шаббат. пошел этот врач взял чек, приступил, помог больному и пошел домой. Вдруг в четверг этот еврей получает телефонный звонок от этого врача. Послушай, говорит ему этот врач, ты мог мне уделить время? Я хочу прийти к тебе со своей женой. Они сидят у этого еврея. Врач ему рассказывает, вот это шаббат, я и жена не смыкали глаз всю ночь. Я из религиозного дома. Моя жена из религиозного дома. Так произошло, что мы отошли от религии. Но на меня оказало такое влияние твой поступок, что ты из-за того, чтобы написать на 10 букв меньше, был готов отдать тысячу мне шекелей, а не 250, это произвело на меня обалденное впечатление, огромное и знай, что с воскресенья я хожу по больнице Беллинсун и показываю всем врачам этот чек. В итоге я пришел к выводу со своей женой. Мы хотим вернуться к нашим корням и я пришел к тебе для того, чтобы ты мне помог усилиться в моей вере в моей Торе. Ну, поступок Иду Жашем освящение имени Господа. Такой поступок. наше время это время телефона. когда человек все время заглядывает в телефон. Даже вот, когда его нет рядом телефона, он думает о телефоне. Знаете, я подумал, что если раньше человек проверял все время в кармане, есть ли у него деньги там, то сейчас он проверяет все время, есть ли у него телефон. Давайте подумаем. Этот телефон современно называется смартфон. Давайте подумаем, что бы было если бы человек относился к Торе как к смартфон. Он бы носил с собой Тору в кармане все время. несколько раз в день он бы ее перелистывал. Он бы не покидал дом без нее. Он бы возвращался, чтобы взять ее, если он ее забыл. Он бы пользовался ею по дороге, как GPS, чтобы показывать ему дорогу. И человек бы говорил, я не могу без нее. Мне не нужно ничего другого. Я не могу без нее. А если человек не заряжает смартфон, не подсоединяет его к электричеству, то смартфон умирает. Это точно так же, если человек не подсоединяет к Седаторе, отчего он живет. дэммьиииииииииии. Продолжение следует...